ТикТок уже как ракета давно в космосе, продолжает набирать обороты. Я уже сняла не одно видео о том, что тебе давно пора заходить в ТикТок, но недавно я задумалась, что все-таки ТикТок не для всех. И в этом видео я расскажу тебе, почему ты не сможешь быть успешным блогером в ТикТоке. Let's go! Всем привет! Меня зовут Катя Бабаш, и ты на моем канале о создании и продвижении контента. И сегодня я хочу с тобой поговорить о некоторых особенностях блогеров в ТикТоке, и мы рассмотрим, почему, скорее всего, у тебя не получается, или даже если ты еще не начал, возможно, тебе и не стоит тратить свои силы на эту прекрасную социальную сеть. С одной стороны, ТикТок прекрасен, в нем много классной аудитории, сейчас там много экспертного контента, и если ты в Инстаграме зарабатываешь деньги на каких-то своих информационных продуктах, или ты там занимаешься фотографиями, каким-то творчеством, и там находят тебя клиенты, то я однозначно считаю, что в ТикТок нужно заходить. И, конечно, самое классное преимущество ТикТока, это то, что в отличие от в Инстаграма, там огромное количество бесплатного трафика. В Инстаграме бесплатного трафика уже не осталось совсем. То есть, если ты хочешь, чтобы на тебя подписывались, чтобы тебя видели твои новые потенциальные клиенты, Инстаграму нужно платить либо за таргет, либо блогерам за рекламу, либо делать какие-то другие коллаборации, чтобы хоть как-то продвинуться в этой сложной, можно сказать, коррумпированной сети. Ну, то есть, я имею в виду, что Инстаграм настолько уже зажрался, что ему за все нужно платить. Так вот, в ТикТоке это не так, но, с другой стороны, в ТикТоке довольно сложно делать контент, и вот почему. Первое, это потому, что это видео-контент. И тут мы сталкиваемся сразу с несколькими проблемами. Первое, это стеснение. Многие стесняются записывать сторис с говорящей головой, не говоря уже о том, чтобы делать какие-то прикольные видео, где ты рассказываешь и показываешь то, что ты делаешь. И я уже не говорю, если делать какие-то смешные, интересные видосы. Ты, скорее всего, будешь просто стесняться это делать. И если в Инстаграме еще можно как-то прокатить при помощи фотографии, например, без лица, или просто делать какие-то эстетичные профили, не делать сторис с говорящей головой, ну, короче, всячески избегать непосредственно прямого выхода в видеоэфир, то в ТикТоке так не получится. Вторая сложность с видео, это монтаж. Если в Инстаграме мы можем просто сделать фотку завтрака, и вот уже, пожалуйста, у тебя готовая сторис. Если в Инстаграме мы можем делегировать создание фотоконтента профессиональному фотографу, например, мне, я, кстати, профессионально занимаюсь и делаю съемки контента для блогов в Киеве, и, в принципе, тут нет ничего такого. Один раз заплатил профессионалу за то, чтобы он наделал тебе классных фотографий для Инстаграма, и все, на следующие 3-6 месяцев ты обеспечен фотографиями, и можно об этом не думать, пиши себе фасты или просто выкладывай фоточек, и у тебя все схвачено. То в ТикТоке, во-первых, видео нужно выпускать каждый день по несколько штук желательно, плюс, ну, если заказывать видеоконтент кому-то другому и самому этим не заниматься, это будет гораздо дороже, чем заказать, например, того же фотографа, потому что видео все-таки гораздо сложнее, и его нужно не только снять, но еще придумать, записать сценарий, смонтировать, наложить всякие звуки, в общем, очень много дополнительных факторов, и если ты сам не умеешь этого делать и не хочешь этому учиться, то ТикТок это не твое. Ну, а кроме всего этого, еще нужно следить за трендами, трендовыми музыками, какими-то челленджами в ТикТоке, то есть постоянно потреблять контент, следить за тем, что модно, что не модно, а судя по тем рилсам, которые сейчас выкладывают популярные блоги в Инстаграме, многие не могут попасть даже в бит, а для ТикТока это очень важно. Второй большой фактор, который, скорее всего, закройте бы дорогу в ТикТок, это юмор. Если ты не умеешь шутить, если ты шутишь, а шуточки твои не очень смешные, если ты не располагаешь с сарказмом, иронией, и не можешь умную, классную мысль донести немножечко веселее и как-то более развлекательно, то в ТикТоке тебе будет очень сложно. Если в Инстаграме можно вести реально классный, очень полезный блог любому специалисту, юристу, врачу, какому-то профессору микробиологических наук, то в ТикТоке тот же самый профессор, юрист или доктор каких-то очень сложных физиологических, физических, астрономических наук должен все это делать хотя бы с юмором, иначе его никто не будет смотреть. ТикТок это развлекательная сеть, люди туда приходят для того, чтобы расслабиться, похихикать, посмотреть какие-то шутечки, и да, там очень классно продвигается экспертный контент, но все равно ты должен чем-то цеплять своим юмором или своей подачей, в любом случае просто монотонное лицо, которое рассказывает какой-то полезный факт, ну нет, нет. Третий очень важный фактор, который отсеет огромное количество блогеров, это то, что контент для ТикТока нужно делать специально. Нельзя просто идти по улице и рассказать, вот какая красивая у меня прогулка, нельзя просто снять свою еду, выложить ее в сторис или сделать даже пост с панкейками, и вот у тебя уже готовый контент для Инстаграм. В ТикТоке так не прокатит, ты должен снимать контент специально для ТикТока, продумывать сценарии, опять-таки следить за трендами и музыкой, делать какие-то шутечки и прикладывать к созданию контента усилия. Ну, конечно, иногда можно выложить какое-то случайно снятое классное видео, и оно попадет в тренды на миллионы просмотров, но это скорее исключение из правил. В основном своем все-таки нужно планировать контент в ТикТоке и снимать специально для него. В этом, кстати, и самое большое отличие ТикТока от Инстаграма. Если Инстаграм можно вести, можно сказать, по наитию, и иногда делать контент вообще не прикладывая усилия, а на ходу, например, в автомобиле записывать сторис, или даже скачать какую-то фотку из интернета, кстати, не делайте так, и сделать при помощи этого какой-то полезный пост или сторис, то в ТикТоке так не прокатит. Четвертое. У тебя должен быть какой-то талант. Если в Инстаграме можно, в принципе, выехать и без таланта, если ты не умеешь снимать, намешь фотографа, если ты не умеешь танцевать, петь, то это вообще в Инстаграме не важно. В ТикТоке талантливым людям гораздо легче, чем не талантливым. В принципе, как-то очень банально прозвучал этот пункт. Когда я его озвучила в своей голове, это звучало более убедительно, но действительно, талантливым людям в ТикТоке есть место. В Инстаграме, как мы можем увидеть, люди абсолютно разные, и в принципе, можно и без таланта делать прикольный контент, набирать себе подписчиков и даже находить себе клиентов. Просто нужно быть классным специалистом, трудолюбивым, честным, и все получится у тебя в Инстаграме. И последний, пятый пункт, почему ты вряд ли будешь успешным в ТикТоке. Ты старый. И я сейчас не про возраст, а про способ твоего мышления. Если ты до сих пор думаешь, что ТикТок только для детей, что там только танцы, что там только идиоты и очень трешовый контент, то тебе точно не место в ТикТоке. Потому что там уже все довольно сильно поменялось. За последние два года туда зашла взрослая аудитория. На пандемии все абсолютно скачали ТикТок, потому что нам было скучно, и средний возраст потребителя ТикТока за последние два года подрос. И теперь там не только дети и подростки, но и аудитория старше 25-35 лет. А еще такой очень важный момент, что в ТикТоке есть платная реклама, и там продвигаются большие и модные компании. И уже только поэтому можно судить, что вряд ли они нацелены только на детей. Поэтому, если в твоем сознании все еще есть такая связка, как ТикТок только трешовый контент, ТикТок только для детей, то я вообще не понимаю, почему ты до сих пор смотришь это видео, ведь оно про ТикТок. Именно по этим пяти причинам очень часто в ТикТоке, например, у супер известных личностей мы видим супер трешовый контент. Они повторяют старые тренды, поют и танцуют не в попад, делают какие-то не очень умные челленджи и пытаются за счет этого как-то продвинуться в ТикТоке. Это работает у них в Инстаграме, но в ТикТоке такое не прокатит. В ТикТоке нужно придумывать индивидуальный классный уникальный контент, либо делать тренды, но супер качественно. И если в Инстаграм какой-то условный Потап может просто показать, как он отдыхает, и всем интересно смотреть за его жизнью, то когда Потап в ТикТоке просто танцует под песню, ну, это выглядит, мягко говоря, странно. Поэтому главный вывод этого видео это то, что, во-первых, ТикТок хоть и забрал очень большую аудиторию Инстаграма, Инстаграм все равно будет жить, потому что все-таки делать контент для ТикТока гораздо сложнее, чем делать контент для Инстаграма. Это первое, то, что если ты любишь очень сильно Инстаграм, продолжаем заниматься. И второе, если все эти пункты были не про тебя, то почему же ты до сих пор не в ТикТоке? Пользуйся этой возможностью, пока она еще есть, запрыгивай в этот уходящий вагон трендов и набирай свою классную аудиторию. Спасибо, что досмотрела это видео до конца, не забывай подписываться на мой канал. Новые видео у меня выходят каждую неделю, поэтому до встречи в следующем видео. Всем пока! Своим юмором, необычным способом подачи, необычным способом подачи. Пишем? Пишем! Так, let's go! Тема классная!